Добрый вечер, дорогая Церковь, братья и сестры. Мы обратимся в этот вечер к Божьему Слову и прочитаем место Священного Писания, которое записано в Евангелии от Луки, в 9 главе, с 57 стиха. Я буду читать. Давайте внимательно выслушаем. И случилось, что когда они были в пути, некто сказал Ему, Иисусу Христу, Господи, я пойду за Тобой, куда бы Ты ни пошел. Иисус сказал ему, лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову. А другой сказал, а другому сказал Иисус, следуй за Мною. Тот сказал, Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить Отца Моего. Но Иисус сказал ему, предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а Ты иди, благовествуй Царствие Божие. И еще другой сказал, я пойду за Тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними Моими. Но Иисус сказал ему, никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия. Сегодня мы обратимся к этому месту Божьего Слова. Эти обстоятельства из жизни и служения Иисуса Христа, нашего Господа, открывают нам стремление и желание трех людей. Двое из которых сами проявили инициативу. И один, которого сам призывал Иисус. Большинство из нас, друзья, большинство из нас вдохновляют инициативные люди. Я думаю, вы согласитесь с этим. Это люди, которые отличаются от других. И большинство из нас не стали бы угошать или, может быть, переубеждать, предупреждать таких людей что-то делать, к чему-то стремиться. Но вот к таким, к большинскому многим людям, которые с инициативой идут к Господу, у Иисуса есть наставление. И есть слово наставление для тех, кто приходит к Нему. И так же и к нам из этой истории. В этом отрывке евангелист Лука повторяет одну и ту же фразу трижды. Из этих с 57 по 62 стихи трижды употребляется одна и та же фраза. «Но Иисус сказал Ему». «Но Иисус сказал Ему». «Иисус сказал Ему». Эта фраза показывает и отражает возражение нашего Господа. Иисус не молчит. Иисус стремится прокомментировать стремления и просьбы людей. Иисус, даже я бы сказал бы, Иисус спешит предупредить и научить приходящих к Нему. Ну и через это и нас, которые читают эти слова. Многим людям не нравится, я думаю, вы согласитесь, когда их желания, их стремления хотят подкорректировать. Знаете, когда вот кто-то что-то говорит, а вам говорят, надо что-то подправить. И тут сразу включаются человеческие амбиции. Многим людям это очень не нравится, когда вас хотят в чем-то поправить. Многих даже это раздражает. в своей жизни. Но Господь имеет право корректировать приходящих к Нему. Всякий, приходящий к Иисусу Христу, должен быть готов, что Господь хочет подкорректировать твои желания и твои стремления. И если мы, я или вы приходим ко Христу и не хотим, чтобы Господь подкорректировал нас что-то неправильно с нашими желаниями и стремлениями. Мы не честны с Господом. И в этих моментах, вот в этой истории очень важно, мы видим, Иисус пытается подкорректировать или направить этих людей. Предупреждения Иисуса помогают нам проверить наши стремления или наши желания. Почему? Для чего вообще? Для того, чтобы не жить иллюзиями и не прийти к разочарованию. Почему я так говорю? Что много в жизни фантазеров, иллюзионистов по жизни, которые имеют какие-то желания, которые приведут их к разочарованию. В жизни мы можем также столкнуться с романтиками и мечтателями, которые неадекватно представляют реальность жизни. Если вы уже немножко пожили, я думаю, что вы с такими людьми много раз уже столкнулись. А может быть, друзья, и мы сами являемся таковыми мечтателями или романтиками, которые живут в своих фантазиях. И Иисусу есть что сказать нам о реальности в следовании за Ним. Я бы назвал этот отрывок, который мы прочитали, цена, которую нужно платить в следовании за Иисусом Христом. И Иисус не скрывает эту цену. Это не является какой-либо тайной в духовной жизни каждого верующего человека. Иисус не прячет это. Он открыто говорит об этой цене. Важно заметить еще одну вещь из наблюдения. Когда мы читаем этот отрывок, не всегда понятна логическая взаимосвязь, взаимосвязь просьб и ответов Иисуса. Кто первый раз, возможно, читал эти стихи, не совсем может увидеть логику в вопросах или желаниях и ответах Иисуса. Нам нужно понять одну вещь, что Иисус наш Господь знает сердце каждого человека, приходящего к Нему. Чего в нашей практической жизни нам не дано знать. Мы не знаем, почему к нам, с какой целью люди задают нам вопросы. Понимаете? Часто мы замечали в жизни, что нам задали какой-то вопрос, но им не нужный был ответ. Понимаете? Но Господь знает, что в сердце человека, когда к Нему приходят с желанием и с вопросом. И, возможно, в нашей жизни мы не раз замечали, что нас хотели просто подловить на чем-то. И Господь Иисус знает, что стоит за просьбой и стремлением каждого из этих людей. В чем заключается глубинное непонимание или приоритет каждого из тех, кто приходит к Нему? Какие бы вопросы не задавали Иисусу, Он знает настоящую нужду этого человека? И это факт. Так происходило очень часто на протяжении всего служения Иисуса. Мы можем это заметить, если вы читали Евангелие, повествование жизни Христа, это постоянно происходит. Это очень ярко видно, знаете, из одной беседы. Из беседы Никодима, религиозного лидера Израиля с Иисусом, записанной в третьей главе Евангелия Теана. Я прочитаю это маленький отрывок, чтобы мы немножко перенеслись в эти обстоятельства. Иоанна, 3 глава, 2-й, 3-й стих. Пришел к Иисусу Никодим ночью и сказал ему, Равид, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Иисус сказал ему в ответ, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Из этого отрывка мы видим, что Иисус, что Никодим не успел задать вопрос. Он ничего не спрашивал у Христа, но Иисус знает, с каким вопросом он пришел. Иисус дает ему ответ на то, что было в его сердце. И Иисус знает, что на сердце у человека ему открыто о нас то, чего мы сами даже не понимаем о себе. Вот этот факт мы видим на протяжении всего служения. И поэтому, когда мы сейчас обратимся к этому месту из 9 главы Евангелия от Луки, мы должны понять, что ответы Иисуса связаны с подлинным состоянием или нуждой человека, который пришел с каким-то вопросом или с каким-то желанием. Эти трое людей, о чем мы будем сейчас рассуждать, представляют нам обстоятельства и личности, с которыми можем столкнуться в следовании за Господом и мы. То есть, это тоже, как пример для нас, обстоятельств, в которые мы можем попасть или с людьми, с которыми мы можем столкнуться в своей жизни. Первый из этих троих, давайте, друзья, обратимся к повествованию. Первый из них сам проявил инициативу без каких-либо условий. Мы замечаем 57 стих, начало 57 стиха. Некто сказал ему, Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел. то есть, инициатива не исходит от Христа. И он не ставит никаких условий. Желание этого человека вызывает восхищение. Такое обращение к Иисусу служит примером для многих. И мы хотели бы использовать этого человека как пример для многих людей, знающим об Иисусе Христе или будучи какими-то религиозными людьми, но так и не следующих за Христом. Мы хотели бы показать, посмотри, вот человек сам захотел, вот он спрашивает у Христа, вот он стремится ко Христу. Мы бы сказали, вот посмотри на этого человека, вот это пример. Из обращения этого человека видно правильное отношение к Иисусу. Посмотрите, он называет Христа и Иисуса Господи. Этот человек признает Иисуса не просто учителем, раввином, просто великим каким-то учителем, но Господином, и нам хотелось бы, чтобы многие люди увидели в Иисусе Христе Господа, а не просто историческую личность. Нам бы захотелось такого. Также нам видно желание не просто интересоваться Иисусом Христом, вот видим Его желание, но идти за Иисусом в любое место. Я думаю, это была бы хорошая иллюстрация или пример, но наш Господь Иисус не был восхищен таким заявлением, друзья. То, что по-человечески мы бы поставили и поставили бы в пример, Иисус не восхищается словами этого человека. Он знал, что стоит за этим самоуверенным заявлением. Иисус знал. Некоторые люди в отношениях с Богом бывают слишком самоуверенными, слишком незрелы и импульсивны, и все их заявления будут разбиты в реальных испытаниях. Следование за Иисусом Христом не связано с самоуверенностью, друзья. Вот очень классно говорит о себе. «Я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел, в любое место я буду с тобой». А Иисус не хвалит его за это. Потому что следование за Христом не связано с самоуверенностью. Это не может быть фундаментом для духовной жизни. Часто самоуверенные заявления не отражают наличие подлинной любви к Иисусу Христу. 58 стих мы прочитаем. Иисус сказал ему, «Лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а Сын человеческий не имеет где преклонить голову». Иисус указывает этому человеку, показывает ему иллюстрацию из лисиц и птиц. которые обладают в своей жизни большим уровнем комфорта и стабильности, чем те, кто следует за ним. Иисус прославился тем, что снизошел до самых низких условий существования в этом мире. Понимаете? и большинство людей и в нашем мире, друзья, когда мы говорим об этих обстоятельствах, большинство людей стремятся к комфортной и размеренной жизни. Это является естественным желанием каждого человека. Я хочу жить комфортно, размеренно. И большинство людей мечтают о спокойном местечке, где они могут чувствовать себя защищенными и большинство подавляющее большинство людей не стремятся и не желают жить в неизвестности и переживаниях о том, как сложится их сегодняшний день и где они будут ночевать. Никто этого не хочет в своей жизни, никто к этому не стремится. Иисус знает о представлениях и ожиданиях каждого из приходящих к Нему. Наш Господь в словах к этому человеку поясняет для всех нас, и для Него в том числе, что следование за Христом не связано очень часто со спокойной и размеренной жизнью, к чему весь мир стремится. Следование за Христом это нелегкое такое лайтовое беззаботное путешествие без переживаний, без стрессов, размеренно как-то вот так спокойненько. Это заблуждение. Как видно, этот человек представлял себе вот так следование за Христом. Вопрос, которым мы должны задаться, читая эти наставления для своей души, готовы ли мы следовать за Христом, даже если это будет означать отказ от того, что большинство людей рассматривает как необходимые условия для жизни. Понимаете, большинство людей рассматривает необходимую размеренную спокойную жизнь. А готовы ли мы идти за Христом, когда возможно придется что-то поломается, не будет спокойной размеренной жизни. Нам должно стать ясно, что следование за Иисусом может быть связано с отсутствием комфорта и совсем не по нашему расписанию. И следование за Иисусом часто не будет спокойным и размеренным. Вот видим, человек имел какие-то представления, и Иисус ясно ему открывает его внутреннее состояние, его непонимание. в таком следовании за Ним нам нужно быть уповающими на Него, а не самоуверенными. Когда люди делают заявление о том, что они готовы идти куда угодно за Христом, нам нужно не просто верить, слушать заявление, а иметь глубокое упование на Него, где бы мы ни находились. Божье Слово описывает это в послании к римлянам. в 8 главе с 35 стиха, посмотрите. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Ведь это описание тех переживаний, с которыми обстоятельств в жизни, которые может столкнуться каждый из нас в жизни. Смотрите, это жизнь, понимаете, или скорбь, голод, нагота, опасность. И как написано, там написано, за тебя, 36 стих, умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Ну и апостол Павел говорит дальше, но все это преодолеваем силой возлюбившего нас. Каждый из тех, кто следует за Христом, сможет преодолеть все это только упованием и силой возлюбившего нас. Мы не можем своими самоуверенными заявлениями преодолеть все эти трудности. Мы будем разочарованы, мы будем разбиты. И следование за Христом это некомфортная латовая жизнь. Очень часто. Господь должен быть нашим источником, нашей силы, нашей стойкости, а не просто наше самоуверенное заявление. Поэтому в заключении молитвы очень наш. Наш Господь учит всех нас просить «не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого». Эта просьба отражает нашу глубокую постоянную зависимость в своей практической жизни, в его сохранности, чтобы он хранил нас в каждом дне. Мы сами себе, я не могу доверять сам себе в практической жизни, но я могу доверить ему и уповать на его милость, на его охрану, обеспечение и ограду в каждом дне моей жизни. Я не доверяю сам себе, я не доверяю своим высоким заявлениям, утверждениям, но я могу уповать и положиться на его силу, на его сохранность в моей практической жизни. Это что касается первого человека. Второй человек был лично призванный Иисусом Христом. Посмотрите, друзья, он хотел пока отложить свое следование. Посмотрите, 59 стих. А другому сказал, следуй за мною. Интересно, что я немножко отвлечусь в прошлой проповеди. Я проповедовал из 5 главы Евангелия от Луки, где мы читали эти же самые слова. Тот же самое обращение, которое следуй за мною. Это обращение было сделано к Левию, впоследствии ставшему известным как апостол Мосфей, мытарю, который сидел у сбор пошлин, который встал и последовал за Христом. И Левия является прекрасным примером должного отношения к призыву Иисуса Христа. С таким же призывом следуй за мною, Иисус обращался и к богатому юноши, мы помним, который пришел, что мне сделать еще доброго? Он говорил, следуй за мною, он ему сказал, но он в огорчение ушел. В прочитанном, кстати, интересно, что и к многим, к своим ученикам он говорил, следуйте за мною, возьми крест твой и следуй за мною. Это он говорил ко многим людям и даже к своим ученикам, к нам. Но в прочитанных нами стихах нам открыто еще одно отношение к призыву Иисуса. Тот сказал, Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить Отца Моего. В жизни этого человека есть что-то, что он считает более важным. У этого человека есть пока свои планы. Он допускал, чтобы что-то другое было более важным теперь, чем призвание Иисуса Христа. Это факт. То есть он допускал, чтобы есть что-то другое, более важное, чем призвание Иисуса Христа. Когда мы обращаем внимание на планы этого человека, нам может показаться, что они очень благородные. мы можем подумать, какой молодец. Вот это настоящий сын. Думает не только о себе, но и о своем отце. Какой заботливый сын, пример для многих. Но Господу, друзья, открыты все подводные камни этого благородства. Господа невозможно провести красивыми благородными заявлениями. Люди могут выглядеть благородно перед другими людьми. Люди могут декларировать великие стремления, но Господь знает подлинную сущность этого благородства. Вообще и всех наших стремлений Господь знает подлинную сущность. Что означает, во-первых, пойти похоронить отца своего? Во-первых, это не значит, что отец уже умер и нужно совершить похороны. Тогда он должен был попросить о погребении. Понимаете? Не значит, что отец умер. И это не значит, что отец находится при смерти и о нем некому позаботиться. Потому что тогда этот человек должен был быть возле своего отца, а не ходить возле Иисуса Христа. Похоронить отца означает дождаться получения наследства того момента, когда будут прекрасные возможности. У этого человека было свое представление в следовании за Иисусом Христом. По его мнению, сейчас нет подходящих возможностей. Понимаете? Вот возможности пока нет подходящих. Многие люди проживают свою жизнь, ожидая подходящих возможностей. У многих людей есть свое представление о жизни со Христом. Это взгляд ну как бы прагматика, а не верующего человека. Вот так вот все рассчитать, вот когда вот все сложится, весь пазл сложится, тогда будут возможности. Такие люди слыша призыв Иисуса думают не о послушании, о своих планах. Так послушайте мне все перестраивать надо. Это нужно весь календарь переписать. Это же такие проблемы. Их планы выше послушания призыва Иисуса Христа. Ведь Он получил личный призыв, не просто общий, личный. Ты сейчас иди за мной. Каждый из нас в своей жизни столкнется с подобным испытанием. Что важнее, друзья, мои планы или призыв Иисуса? Нам нужно будет ответить, так же, как и Матфей, наверное, как Матфей, как Левий, который встал и пошел. Каждый из нас может сталкиваться с искушением откладывать исполнение своего долга на другое время из-за каких-либо планов. Потом, потом, потом когда-нибудь. Вот, например, друзья, прийти на церковный субботник. Вот, может быть, на дачу кому-то надо ехать, может, косить траву, может, еще что-то надо делать. Ну, понимаете, ну, есть же дела. А тут субботник. Вот это да. На 1 апреля. И каждый из нас может, приходит к моменту, а что выбрать тогда? А может, работать надо? Также мы можем столкнуться с искушениями думать, что наш долг перед родными освобождает нас от долга перед Христом. Что у меня есть такие ответственности, что я перед Христом у меня нет ответственности. Ответственность перед моими родными не должна никогда исключать нашего ответственности и долга перед Христом. Это подтверждается чем? Ответом Иисуса к этому человеку. Посмотрите, 60-й стих. Но Иисус сказал ему, предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди благовествуй Царствие Божие. Иисус не хвалит этого человека за его благородное стремление. Не говорит, какой ты молодец. Иисус не говорит ему, что готов подождать, пока у него сложатся обстоятельства и появятся нужные возможности. В призыве Иисуса нет уговоров. Но смотрите, что есть в словах Иисуса. Иисус указывает на величайшую ценность выполнение его поручения по сравнению с человеческими планами. Понимаете? Он говорит ему, ты иди благовествуй Царствие Божие. То, что я тебе повелеваю делать, намного важнее, ценнее твоих человеческих планов. По сути, Иисус призывает этого человека предоставить его планы, человеческие планы другим к тем, кто духовно мертв. Возможно, Иисус видел в этом человеке, ну, понимаете, видел духовный интерес этого человека к духовной жизни, потому что другим было, возможно, все равно. И нам нужно понять, что призыв Иисуса важнее всяких благородных человеческих планов. В нашей жизни мы также столкнемся с ясными Божьими призывами. С каждым годом, вы знаете, изучая Божье Слово, Божьи призывы становятся более живыми и ясными в нашем сознании. Мы начинаем яснее, практически понимать, что говорит Иисус и к чему призывает. И мы столкнемся с ясным Божьим призывом и нашими планами или пониманием наших возможностей. И в такие моменты нам нужно признать и поверить в большую ценность в исполнении его поручений, чем наших представлений об удобном для нас служении. Есть удобное для комфортного служения. третий человек хотел идти за Иисусом, но прежде заручиться поддержкой своих близких. 61 стих посмотрите. другой сказал, я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими. Опять мы видим, повторяется одно утверждение, одно, но прежде. Есть что-то более важное, чем самоотверженное следование за Иисусом Христом. Нам нужно понять, в чем заключается это прощание с домашними. Многие так рассуждают, что значит проститься с домашними. Ведь речь не идет прийти домой и сказать родителям пока, до свидания. Речь не идет здесь об этом. Это непросто. Это прощание означало заручиться поддержкой и одобрением своих родственников. Понимаете, в чем вопрос? Он хотел, чтобы его благословили все его близкие и родные. Это был такой длительный процесс. И многим людям, друзья, очень важно иметь одобрение от своих близких. и это может быть решающим во многих решениях решающим фактором в принятии многих решений в жизни. Ну, мне даже зависит так вот. Если родственники мои, близкие меня ободряют, значит все хорошо. А если не ободряют, значит нет. Для многих мнение ваших близких родных является определяющим или является большей ценностью, чем призыв Христа. Вот что думают мои родные для меня важнее, чем говорит мне Господь. Но в сравнении со следованием за Христом это не должно быть препятствием. И друзья, когда мы говорим о спасении или идти за Христом, спасение нашей души, важнее мнение ваших родителей, близких, знакомых, друзей, спасение вашей души важнее. Если вы не пришли ко Христу, не покаялись, не важно, что думают другие, вы не должны ходить к ним и советоваться. Это решение вашей души, вашего спасения. Многие из нас могут переживать этот конфликт в своей жизни, когда мнение ваших близких противоречит призванию Иисуса Христа. Именно поэтому Иисус пояснил это. Он говорит, почему это значение является верным? Потому пояснил это. Иисус сказал ему, никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божьего. Мы, я не знаю, большинство здесь присутствующих, хотя нет, многие здесь присутствующих, стояли за плугом, я думаю. Мне в жизни приходилось это делать, причем это интересное занятие, но здесь факт. желание этого человека состояло в том, чтобы обеспечить себе надежный тыл. Этот человек хотел приготовить себе запасной аэродром для вынужденной посадки. В случае, если следование за Иисусом пойдет не по плану, чтобы было всегда куда вернуться. Знаете, вот, если что-то не так пойдет, я всегда могу вернуться домой. там у меня все сшито, меня там все принимают, меня там все благословляют, я вернусь домой. Иисус указывает на ненадежность такого подхода к следованию за Христом, хотя в мирской жизни это нормально, все говорят, уходят с работы, всегда поговорят о том, чтобы тебя потом взяли, если не там расстроиться, чтобы ты мог вернуться. Ну, чтобы запасной аэродром был, не просто ты ушел, а так вот, чтобы уйти и потом вернуться. В жизненных обстоятельствах да, но следований за Христом так не будет. Указывает Иисус на ненадежность такого подхода к следованию за Ним. Невозможно ровно, ну, кто за плугом стоял, невозможно ровно работать с плугом, постоянно оборачиваясь. Ну, кто видел это, кто понимает, что это такое. На такого работника, на такого человека вообще невозможно положиться. То он поломает себе что-нибудь, потому что плуг, ему может еще и сломать пару рук, если он неправильно будет его ввести. И ему нельзя доверить, ну, ответственную работу. Его нужно постоянно контролировать, такого человека. И следование за Иисусом требует посвященности и верности. Это не, знаете, как в наше время говорят, это не пробный стартап. Попробуй, не получится, вернусь. Нет, это жизнь со Христом, это посвященная жизнь. Для следования за Иисусом нужны посвященные, надежные люди, а не беглецы, которые при всяких трудных обстоятельствах ищут возможность вернуться в прежние жизни. Выражение неблагонадежное для Царствия Божия относится не к спасению, а к служению. Это важно заметить. Важно заметить, что вопрос здесь не о вхождении в Царствие, а о служении в Царствие после входа в него. Почему это важно? Потому что наша пригодность на вход в Царствие состоит в личности и труде Иисуса Христа, а не в наших заслугах, в нашем, понимаете, как это, слишком посвященности. Его труде на Голгофе наша надежда, наш вход в Царство. Но для работы в Его Царстве нужны верные, посвященные люди. И так, даже общепринятые жизненные любезности, вот эти вот прощания, как это, запасной аэродром, который в жизни люди делают, будут неприемлемы и неправильными, если их поставить выше полного послушания Господу. Если вы думаете, как бы вернуться к прошлой жизни, вы ненадежный, неблагонадежный человек для Царства Небесного. Христос должен царствовать в сердце каждого, кто следует за Ним, должен господствовать в нашей жизни. Из всех этих примеров, делая вывод, друзья, может сложиться впечатление о том, что Иисус отговаривает тех, кто приходит к Нему. Вот такое чувство может случиться, что как будто Он отговаривает их. Но если мы внимательно посмотрим на слова Иисуса, на комментарии Иисуса, то мы увидим заботу Иисуса от тех, кто хочет следовать за Ним. Иисус по-настоящему заботится. Он как пастырь, понимаете? Он не кидает овечку, не наставив ее. Хочет наставить всех, кто хочет следовать за Ним. в этом мире люди часто попадают, есть такой термин, психология написана, состояние, описание состояния, это название состояния фрустрации. Это такое состояние, в котором желания людей не совпадают с реальностью. Люди попадают, их желания не совпадают с возможностями и реальностью, в которой люди живут. Так вот, Господь не хочет, чтобы мы жили в таком состоянии. Это очень травмирующее состояние для внутренней жизни человека. Иисус заботился о тех, кто будет следовать за Ним, чтобы жизнь этих людей не была разрушена реальностью, чтобы мы не жили просто в каких-то фантазиях, а потом были разбиты, разочарованы. Это по-настоящему пастырская забота о наших душах. Каждому верующему нужно, чтобы мы жили в духовной реальности, а не в духовных фантазиях. Евангелие от Луки не говорит о том, как звали вот этих троих людей и как в дальнейшем сложилась их жизнь. И поэтому мы можем только предполагать и догадываться, как дальнейшая история этих людей. Возможно, они последовали за Иисусом, а возможно, занялись реализацией своих человеческих планов, но нам не даны даже имена их. Важно подытожить, друзья, Иисус призывает, чтобы важно, чтобы ты и я следовал за Ним, несмотря на препятствия, друзья. Какие бы ни были препятствия в жизни, иди за Ним. Он это призывает. И Господь хочет, чтобы мы не были, чтобы мы были зрелыми. Знаете, друзья, без наставления люди никогда не станут зрелыми. Без корректировки люди не станут зрелыми. Господь хочет, чтобы мы были зрелыми последователями, не мечтателями, не самоуверенными, не прагматиками, не постоянно ожидающими лучших обстоятельств, не озирающихся назад и ненадежных. Господь не хочет, чтобы мы такими были. О чем мы будем молиться? Три вывода. Следование за Иисусом часто не связано с комфортной и размеренной жизнью. Мы должны это понять. Следование за Иисусом не должно быть связано с ожиданием других каких-то комфортных обстоятельств, а связано с пониманием величия Его поручения. Друзья, нам нужно видеть, какое важное дело, которому мы призваны, благовествовать Царствие Божие. Третье. Следование за Иисусом не должно быть связано с мнением окружающих людей, даже близких, и поиском обратной дороги, как бы вернуться с полным связанным с полным посвящением Иисусу и Его делу. И закончить, друзья, я хотел бы стихом из Священного Писания, записанного Римлянам, 12 глава, 1 стих. Апостол Павел говорит. Итак, умоляю вас, братья и сестры, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, Господь наш, мы благодарим Тебя и славим за откровение Твоего Слова. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты, как пастырь, наставляешь каждого из нас истинной Твоего Слова. Хочешь, чтобы наше следование было зрелым. Благослови, Господь, нас полным доверием Тебе, не самоуверенностью в духовной жизни, чтобы у нас не было этой самоуверенности, но чтобы мы все преодолевали силою Твоей возлюбившего нас и спасшего нас. Господи, благослови нас, не искать удобных обстоятельств, но, Господь, то, что Ты нам посылаешь, быть, слушать Твои призывы, Господи, понять и величить Твоего призвания в нашей жизни. Господи, молись о том, чтобы дал нам силы исполнить Твое призвание, быть послушными Тебе, не откладывать на потом, не смотреть на других, Господи, не озираться назад, но помоги, Господь, глядя на Тебя, на Твое величие и славу, преображаться, Господи, Твоей силой, предоставить свои тела, свою жизнь в Твои сильные, могучие руки. Дай нам, Господи, силы быть Твоими верными детьми. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Запись этой проповеди была подготовлена для вас церковью Вифлеем. Мы, евангельские христиане-баптисты, наша церковь находится по адресу город Минск, улица Горецкого, дом 93. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова